Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIY Life. И это садовый влог. Я уже, мне кажется, больше месяца не снимала влоги. Мне писали, спрашивали, что случилось, почему нет влогов, будут ли они еще или нет. Поэтому я думаю, что стоит объясниться, что случилось, почему так долго я не снимала. На самом деле причин, в общем-то, несколько, но, наверное, главная причина была в том, что в какой-то момент я устала от сада. Я не знаю, бывает ли такое у вас, мои дорогие садоводы, которые меня смотрят. У меня периодически бывают такие моменты, когда я устаю от сада, мне не хочется ничего делать, и я тогда свожу какой-то уход к минимуму, делаю вот то, что прям надо-надо сделать, иначе что-нибудь плохое случится с растениями. Но вот в данном случае я уже начала укрывать розы в начале ноября на ноябрьские праздники, как я обычно делаю. Но, помимо этого, я в сад практически не выходила, практически им не занималась. Связано это было, наверное, в какой-то степени с очень гадкой погодой, которая у нас была последний месяц. Постоянно лили дожди, было очень грязно, сыро, противно. И в саду, в такую погоду вот совершенно не хочется работать. Я вообще не очень люблю осень. Наверное, самое мое нелюбимое время года. Ну а вот когда осень такая гадкая, мерзкая, дождливая, то это очень сильно портит мне настроение. И вот уже на улице работать нет совершенно никакого желания. Поэтому где-то, наверное, вот около месяца, пожалуй, да, я почти ничего не делала в саду. Ну вот у нас сейчас уже пару дней стоит хорошая погода. Наконец-то выглянуло солнышко. И сегодня я хочу вам, наверное, кратенько показать, что я буду делать в саду в эти выходные. Ну пойдемте смотреть, что у нас случилось с садом за тот месяц, что я сюда практически не ходила. Я уже накрыла практически все свои розы. Мне осталась буквально пара цветников. Накрывала я в ноябрьские праздники, в начале ноября. Это практически всегда то время, когда я накрываю розы. Я обычно стараюсь придерживаться именно этого графика, потому что в начале ноября погода плюс-минус такая, что пора накрывать. Ну и плюс это банально удобно, лишний выходной, немножко больше времени на это малое приятное для садоводов действо. В этот раз получилось так, что я накрыла за первый день почти весь сад, но на второй день потеплело, снег растаял, полил дождь и я решила уже отложить укрытие до момента, когда все это немножко опять подмерзнет, подсохнет, чтобы накрывать все-таки не по сырости, ну и не под дождем. Как я уже сказала, погода очень сильно мне портила настроение и из-за этого не хотелось заниматься садом. Пойдемте покажу вам в каком состоянии сейчас мои еще не накрытые розы. В общем-то вполне можно было отложить укрытие до сегодняшнего дня, потому что в принципе было достаточно тепло, сыро, но уж как вышло, так вышло. Лутрасил, к счастью, упрощает такие погрешности в укрытии и я надеюсь, что с теми розами, которые уже укрыты и под лутрасилом простояли все вот эти дожди, которые были неделю-две назад, надеюсь, что с ними ничего плохого от этого не случится. Так вот мои пригнутые кусты, которые я еще не успела накрыть. Пригнула я практически все. Вот пригибать как раз желательно пораньше, пока еще нет заморозков, потому что побеги в момент, когда даже легкие заморозки начинаются, побеги очень сильно теряют эластичность и если их не пригнуть до первых заморозков, то вы очень легко розы можете просто сломать. Пригибаю я всевозможными подручными средствами. У меня вот такие вот кусты-держатели, купленные 100-100 тысяч лет назад на какой-то выставке. Они уже старые, ржавые. Их на самом деле пора менять, но пока еще служат. Пока еще я их ставлю под кусты весной, ну а осенью они у меня исполняют роль вот таких вот импровизированных держателей. Под этим кустом у меня на самом деле еще молоденький штамбик. Вот он. Я его подкопала, целиком наклонила и штамбы я дополнительно защищаю. Вот так вот один кустодержатель ставлю под прививкой, другой ему навстречу над прививкой, так чтобы лутросил не ложился прямо на штамб и чтобы не сломал снег своим весом прививку на штамбе. И здесь же у меня на клумбе с краешку прикопаны несколько кустов, которые я не успела посадить. Я их уже не буду сажать в этом году, дождусь весны. Вот с клематисами я в этом году не успела, не спустила их с опор, в отличие от роз. За один день, конечно, сложно все успеть. И тут мое лентяйство в каком-то смысле сыграло мне плохую службу, потому что сейчас уже достаточно холодно. И вот, конечно, клематисы точно так же, как и побеги роз, очень сильно теряют эластичность, гибкость. И их уже гораздо сложнее спустить с опор. Поэтому, на самом деле, конечно, очень важно у тех групп клематисов, вернее, у той группы клематисов, у второй группы, которую необходимо сохранять побеги на зиму. Вот эти самые побеги спустить пораньше, для того, чтобы не сломать. Я их ломаю очень часто. Это у меня сорт хрустальный фонтан. Я вам его летом показывала. Он не очень высокий. Вот, как видите, я метр шестьдесят ростом. Он где-то с меня выше не вырастает, хотя ему уже достаточно много лет. Но при этом он достаточно такой толстенький, уже очень объемный. У него, кстати, вот здесь вот, сейчас я вам поближе покажу. Во время потепления у него уже проснулись почки. На самом деле, это не очень хорошо. Вот, видите, на некоторых побегах, видимо, в момент, когда потеплело, после морозов, он подумал, что уже весна. И выпустил новые молодые почки. Они начали распускаться. Остается только надеяться, что все-таки не все замерзнет. И на следующий год он меня все-таки порадует цветением. Кортензия у меня накрыта уже очень давно, еще с первых заморозков. Но буквально чуть-чуть я не успела. И в тот момент, когда я накрывала, уже прихватила верхние листочки морозами. Сейчас хочу заглянуть, посмотреть, что там делается, прежде чем укрывать окончательно. Уже чуть-чуть приморозило. Уже кирпичи прилипли к лутросилу. Ну, нет, на вид с почками все в порядке. Так что, надеюсь, что она перезимует хорошо. Она у меня накрыта была одним слоем. Сегодня накрою вторым слоем уже окончательно. В таком виде, точно так же, как и розы, она у меня будет зимовать до весны. У нее достаточно тяжелые упругие побеги. Поэтому у меня прям по несколько кирпичей лежит. Иначе лутросил не держатся. Ветки очень упругие. И отрывают укрытие от земли. Поэтому у меня прямо в несколько слоев тут кирпичи разложены. Для того, чтобы удерживать напор ее веток. Мы уже поставили первую кормушку, домик. И у нас уже масса гостей. Сейчас они побаиваются, поэтому их немножко самых смелых. Это, конечно, не городские птицы. Они боятся людей. И как только я выхожу в сад, большинство улетает. Я год назад показывала, как мы делали эту кормушку. Ее собирал мой муж. Если кому-то интересно, я оставлю в описании под видео ссылочку на тот мастер-класс. На самом деле, очень интересно наблюдать за птицами. У нас кормушка стоит напротив дома. Напротив окна. На кухне. И за завтраком, за обедом можно наблюдать за птичками. Очень здорово на самом деле. Это очень большое удовольствие. У нас сюда прилетают воробьи, синицы, дятлы. Снегири начали прилетать. Прилетает несколько соек. Они очень смешные. Но, к сожалению, наверное, не получится их заснять сейчас. Если вдруг попозже увижу, я попробую отснять. Они большие для этого домика. Они не помещаются внутрь. Когда они прилетают, то разгоняют, конечно, всю мелочь. Потому что занимают полкормушки. Видите, они боятся. Я стою где-то метрах в трех от кормушки. Но они все равно боятся. Прилетают только самые-самые отчаянные смельчаки. Очень интересно. Мы в прошлом году первый раз ставили эту кормушку. И поначалу птицы ее очень боялись. Мы, наверное, пару дней ждали, пока они вообще рискнут в нее залезть. А в этом году они уже как будто ждали. Видимо, это были птички, которые в прошлом году уже видели эту кормушку. Они уже знали, что ее не надо бояться. И как только муж ее поставил, у нас уже сразу началось столпотворение вокруг нее. Для тех, кто хочет поставить себе кормушку в саду, хочу предупредить, что под кормушкой будет довольно грязно. У нас за зиму накопился целый огромный слой семечек, ну, шелухи от всевозможных зернышек, семечек. Потому что, например, если синички, они берут зернышко и улетают его расклевывать куда-то на ближайшие ветки, и, соответственно, шелуха оказывается в некотором радиусе раскидана, то воробьи просто часто берут, садятся внутрь домика и выбрасывают зерна наружу, и потом склевывают его с земли. Вот не очень сейчас, наверное, видно, но вот там вот целая толпа внизу по земле ходит. К весне там образовывается целый ковер семечек, шелухи семечек, и все это придется выгребать. В этом году не очень радуют меня рододендроны. Буквально пара цветочных почек у него. Он очень хорошо цвел этой весной, я вам его показывала. Он ярко-розовый, но вот, к сожалению, далеко не на каждой веточке. Вот раз, два, три цветочные почки всего он заложил. На остальных почки всего лишь с листочками. Кстати, если кто-то не знает, как их отличить, цветочные почки, они вот такие вот толстенькие. А почки, которые дадут только листочки, они худенькие. Вот так вот очень легко можно понять, какая почка в следующем году даст цветы, а какая нет. Но это, конечно, будет еще зависеть от зимовки. Но даже так видно, что цветение такого хорошего, как в этом году, наверное, я, увы, не дождусь. А вот на магнолии почек очень много. Их тоже можно легко определить по толщине. Цветочные почки вот такие вот большие, толстенькие, а почки с листочками совсем маленькие. Их в этом году очень много. Я не знаю, насколько это хорошо видно на камеру. Но прямо много-много цветочных почек. Если, опять же, повезет и не будет возвратных заморозков, которые часто повреждают побеги, я надеюсь, что она будет очень здорово цвести. Кстати, хочу попробовать на будущий год ее зачеренковать. Не знаю, насколько хорошо черенкуется магнолия. Если кто-то пробовал черенковать магнолию кобус, напишите мне в комментариях, хорошо ли она черенкуется. Возможно, к ней нужен какой-нибудь особый подход. Мне почему-то кажется, что она черенкуется плохо. Но, возможно, я ошибаюсь. Меня кто-то спрашивал недавно в комментариях под прошлыми видео по поводу обрывания листочков у роз. Это достаточно частая практика среди садоводов. И меня спрашивали, следует ли обрывать листочки у роз. Но тут на самом деле нет однозначного ответа. Я обычно листочки не обрываю, потому что роз много. И это достаточно большой труд. Я стараюсь всегда минимизировать уход. Насколько это возможно, я ленивый садовод. Но бывают случаи, когда листочки действительно стоит удалить. Это стоит делать, если у вас в розарии летом была достаточно большая, например, вспышка черной пятнистости. Или, например, ложной мочнистой росы. Возбудители заболеваний находятся в листве. Поэтому такую больную листву всегда следует убирать. Но тут, правда, есть такой момент, что если у вас розы сильно болели черной пятнистостью, все вот эти листья повороженные, они, скорее всего, и так уже опали и лежат на земле. И обрывать их вам, скорее всего, все равно не придется. Но вот сгрести вот эти опавшие листья из розария, сгрести просто граблями с почвы следует обязательно. Потому что если вы не уберете эти растительные остатки, у вас возбудители черной пятнистости перезимуют. И на будущий год с новыми силами начнут есть ваши розы. Ну, есть, конечно, фигурально выражаясь. В общем, будут поражать розы. И поэтому, если розы у вас сильно болели летом, была вспышка заболевания, ну, либо даже если она была не очень сильная, но все-таки была, все вот эти опавшие листья с пятнистостями всевозможными, их, конечно, лучше убирать. Потому что чем меньше листьев вы оставите в розарии, тем меньше шансов у возбудителей выжить зимой. Потому что зимуют они как раз в растительных остатках и в верхнем слое почвы. Поэтому если все вот это вы уберете, у вас это очень сильно снизит количество возбудителей заболевания на следующий сезон. Ну, а если розы более-менее здоровые, понятно, что к концу лета уже 100% здоровых роз, скорее всего, не будет. Все равно какие-то пятнышки где-то появляются. Но если это ничего критичного, как в моем случае, то я ничего не делаю, ничего не обрываю. И розы у меня уходят под зиму ровно с той листвой, с которой они росли летом. Честно говоря, я пробовала и так, и так. Я несколько лет обрывала листочки, потом в какой-то год у меня не было времени, я этого не сделала. И, если честно, никакой особенной разницы в зимовке я не заметила. У меня что с обрыванием листочков, что без розы перезимовали одинаково хорошо. И после этого я решила, что если не видно разницы, зачем напрягаться. И перестала их обрывать. И теперь я убираю листья только, как я уже сказала, в тот момент, в те годы, когда у меня бывают иногда вспышки заболеваний. Только если розы сильно болели летом, тогда всю эту листву я, конечно, обязательно убираю. А если листва здоровые, то я ничего с розами не делаю. Хочу показать еще один момент, что касается ухода роз в зиму. Бывает так, что в конце лета роза выпускает такие вот молодые красненькие побеги. Вот здесь они совсем маленькие. У меня на конце старого побега. Но бывает такой прям побег от основания. Вот такой вот молоденький, с красными нежными листочками, совсем еще не вызревший. И непонятно, что с ним делать. Если его оставить, то, конечно, он замерзнет. Если его обрезать, то это может стимулировать розу к выпусканию новых побегов. Я обычно такие вот совсем молодые побеги с красными листочками, которые явно не перенесут зиму, стараюсь удалять в тот момент, когда я уже совсем накрываю розы. То есть вот они у меня пригнутые еще стоят с ними. Потом уже, когда я буду накрывать, я вот этот побег я, наверное, оставлю, потому что он уже немножко успел одревеснеть. И есть шанс, что он перезимует. А вот этих маленьких я, перед тем, как накрывать, я обрежу. Для того, чтобы они не гнили и не провоцировали очаги заболевания на здоровых вызревших побегах. Ну что же, уже темнеет. Сейчас самое, наверное, темное время года. Темнеет рано. Еще только 4 часа вечера. Но уже как-то достаточно пасмурно. И уже скоро будет темно снимать. Поэтому буду, наверное, уже с вами прощаться. Я не знаю, отсниму еще что-нибудь в этом сезоне или нет. Напишите мне в комментариях, ответы на какие вопросы вам хотелось бы услышать. Если их наберется достаточно много, я сниму, возможно, еще один влог в этом сезоне. Ну а если нет, то буду прощаться с моими любимыми садоводами до весны. И весной я продолжу снимать влоги, рассказывать про свой сад, что я в нем делаю. И отвечать на вопросы, которые у вас будут появляться. Надеюсь, что вам со мной было интересно. На сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok